Павел, доброе утро! Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Вы знаете, еда в Советском Союзе по большому счету была простой. Сейчас ее кто-то даже считает нездоровой, но наши хозяйки умели готовить. Наши мамы и бабушки готовили на зависть самым шикарным ресторанам. Картошка, мама делала ее в пяти семи видах. Квадратные, круглые, в мундире. До сих пор те люди, друзья, с которыми я вырос, они говорят, ну, твоей маме было вкуснее. Это правда. Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? Ну сколько! Жареное и пюре! Рецептура сырка «Дружба» была разработана в 1964 году. Вслед за ним были выпущены сыры «Янтарь» и «Волна», превосходящие по качеству импортные аналоги. Но неисповедимы вкусы советского человека. Из этой троицы стать легендарным предстояло только сырку «Дружба». Сырок «Дружба» – это первое такое откровение про кулинарию. Меня научили делать суп с этим, с сырком «Дружба». И это было просто какое-то спасение в студенческие годы. Колбаса, сырок «Дружба», все это варится. Но тогда это казалось очень вкусным. Купи себе плавленые сырки. Если ты их десяток купишь, то это будет 10. Ну, считай, рубль 50. Но не сырком единым был сыт советский человек. Советский Союз был страной с богатыми кулинарными традициями. Козырным блюдом грузинской кухни был цыпленок табака. На Украине был свой культовый продукт, без которого за стол не садились. Гостей угощали соленым, копченым, тушеным, жареным салом. Считалось, что это прекрасная закуска к спиртному, которая не позволяет человеку опьянеть. Кстати, в СССР сало входило в паёк члена ЦК КПСС из расчёта 50 грамм в сутки. А это тот случай, когда плохого не положат. Вот вы знаете, мы сейчас посмотрели много о традициях советских, но вот некоторые из них я бы назвал даже некими такими гастрономическими причудами. Взять хотя бы вот это пристрастие любое блюдо на столе употреблять в прикусочку с хлебушком. Кашу с хлебом, макароны с хлебом, пельмени с хлебом, арбуз с хлебом, ну и так далее. Откуда это пошло и что всё это означает? На самом деле, любовь наша к хлебу, она, конечно, очень давняя. И то, что вот действительно, что там далеко ходить, я своего дедушку вспоминаю, который арбуз ел даже с хлебом. Вот. Откуда? А вот оттуда ещё той давней традиции. Дело в том, что вот даже есть статистика начала 20 века, когда просто обычный промышленный рабочий в день съедал до килограмма хлеба. То есть это действительно универсальное, так сказать, такое было, в общем, средство насытиться, которое, ну, давайте говорить откровенно, в не сильно-то богатом столе и диете обычного, не очень богатого люда российского, в общем, это было действительно спасибо. Вот как калориями-то насыщались. А мне почему-то вспомнилась и другая советская традиция. Рыбный день по четвергам. Правда, от отсутствия анчоусов тогда никто не страдал. Кильку в магазинах продавали черноморскую и балтийскую. В банках и на развес бочковую, которая считалась жирнее. С чем ее употребить, советский человек знал отлично. С картошечкой и с луком. Кильки еще были в Тальне, такие килька была вкуснейшая просто. Еще что будете? Не забудьте, пожалуйста, вот это. Рыбу? Да. Кильочки. Пожалуйста. Советский человек впрямь прикипел к этой рыбешке, которая стала традиционной закуской выпивки на троих. Некоторые кильки выбивались в элиту и становились золотистыми шпротами. Под шпроты кильку вылавливали в Балтийском море только в зимний сезон, когда рыба нагуливала жирок и округлялась. Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Полная, задурая грязь. Спеши слова. Вот не могу вспомнить, подскажите, какую рыбу навязали советскому человеку есть именно по четвергам? На татению. Именно это слово, а также такие рыбы, как макрорус и прочие, они появились у нас в 70-е годы. Вот именно тогда, собственно, и был введен рыбный день, всесоюзный четверг. Ну, поначалу-то его еще пытались вводить в 30-е годы, но как-то это не очень получилось. А в 70-е все сложилось для этого. Почему? Да потому, что Советский Союз в конце 60-х годов уже начал вылоп океанической рыбы. Это был вынужденный шаг, потому что, ну, в общем, действительно уже начали ощущаться дефицит продуктов. И в этом смысле вот эта океанская рыба, она стала, ну, в общем, действительно спасением. Другое дело, что люди-то ее не знали. Они с удивлением брали эти замороженные тушки и читали совершенно ничего не говорящие названия. И вот приучить советского человека к этому новому питанию, это был, конечно, гигантский эксперимент, которого не знала история. Можно сказать, что так и не смогли приучить до конца. Но вы знаете, раз уж мы заговорили о рыбе, нужно вспомнить и о деликатесах на эту тему. Черную икру могли в Советском Союзе позволить себе лишь номенклатурные работники. Зато сгущенка пользовалась большой популярностью в народе. И как ее только не использовали. Действительно, при изготовлении сгущенного молока применялись только натуральные молочные жиры. Использование растительных аналогов запрещалось. Отсюда и название белоголубой баночки. Молоко цельное, сгущенное, с сахаром. Стратегический продукт. Поначалу он предназначался для армии, для полярников и участников среднеазиатских экспедиций. Ну, а после войны сгущенку решено было пустить в массовое производство. Я, например, маму покупала ящик сгущенки. Потому что я сладкоежка. Я пробивала две дырки в банке. И засыпала я с этой банкой сгущенки. Пока я ее всю не выпивала, я не засыпала. Трудно сказать, кто первым открыл волшебный вкус вареной сгущенки. По легенде, это был Анастас Микоян. Рассказывают, будто бы его сын решил сварить банку, чтобы проверить, не взорвется ли она. Ну и взорвалась. И на стены наркомовской кухни брызнула коричневая жидкость, вкус которой оказался восхитительным. Буквально ощущаю этот вкус. Скажите, но ведь сгущенка была не единственным лакомством, доступным советскому человеку. А давайте вспомним какие-нибудь еще уникальные изобретения советских кондитеров тех лет. Птичьи молоко, может быть. Конечно, конечно. Это вот сегодня почему-то принято вспоминать об ужасном советском общепике. А на самом деле у него было все очень даже по-разному. Были прекрасные достижения. Торт киевский, например, изобретен в СССР. В Киеве на фабрике имени Карла Маркса, между прочим. Торт, да, конфеты, птичье молоко. В общем, их рецепт, да, вот на днях печальная весть нас постигла, ушла от нас Анна Чулкова. Это вот технолог Владивостокской кондитерской фабрики, которая, ну вот как раз и адаптировала, изобрела этот рецепт уже в новой, в советской реальности. Так-то он был известен, еще до войны, да, в Польше возник, но у нас и другие продукты... Вот свой личный опыт, один из любимейших до сих пор, до сегодняшнего дня тортов – Прага. Вот честное слово, для меня Прага в Куре тортик сходится. А если вспомнить на более сытной пище о советском фастфуде – пельменях. Многие советские люди любили их поедать не дома, а в столовке или в пельменной. Главное не еда, а общение. И кто только не приходил в эти заведения. В СССР все либо учились, либо работали. За тунеядство выселяли за 101-й километр. Соответственно, советский человек много времени проводил вне дома и ел в заведениях общественного питания. Разносолыми там не баловали, но никто не жаловался. Горчица была. Лучшие воспоминания нету такой сейчас. Вот нету. Вот делают не то. Вот просто не то. А там была, она уже черная, заскорозлая. Ты вскрываешь ее, как вулкан. Вот. И там вот эту корочку отломил. И вот ты чуть-чуть намазал на хлеб. Все. Это слезы, волосы дыбом. Сидишь, как огнедышащий дракон. Горчички. Сегодня утерян не только вкус советской горчицы, но и советского майонеза. Того самого. В небольших стеглянных баночках с синей металлической крышечкой. Многие тоскуют о нем до сих пор. Два вопроса, Блиц. Почему вкус майонеза нынешнего отличается от вкуса майонеза советского? И как появился на советских столах оливье салат? Сегодня вот эта ностальгия по советскому майонезу, она связана действительно с разницей вкуса. Дело в том, что в советском майонезе, вот в том баночном провансале, было несколько процентов уксусной кислоты. Она играла роль просто консерванта. Сегодня-то, конечно, есть другие консерванты. А вот тот чуть-чуть уксусный запах мы действительно помним, вот тот, кто жил в те времена. А вот, кстати говоря, салат оливье действительно так совпало, что он стал неким таким способом продвижения советского майонеза. Они примерно возникли в одно время. То есть в середине 30-х годов начинается выпускаться первый советский майонез в этих баночках. А в 39-м году возникает советская версия вот того салата еще прошлой векового, да, от Люсьена Оливье. Шеф-повар ресторана-гостиницы «Москва» Григорий Ермилин создает салат, который впоследствии получил название «Столичный». Так вот, в него шел как раз этот майонез, вместо рябчиков курица, вместо каперсов зеленый горошек, а вместо раковых шеек просто отварная паркушка. Адаптировали словом, как могли. Спасибо вам большое. После такой беседы, мне кажется, нужно будет перекусить всем. О том, как питался советский человек, мы беседовали с историком кулинарии, кандидатом исторических наук Павлом Сюткиным. Ну и после выпуска новостей...